Скандал вокруг Харьковской Академии физкультуры начался в интернете. Заведующий кафедрой спортивных танцев и фитнеса Академия физкультуры Андрей Боляк опубликовал довольно скандальную информацию. По его данным, едва в Харькове началось активное противостояние Майдана и Антимайдана, студентов Академии приглашали поучаствовать в митингах в качестве провластных гопников за деньги. В публикации есть сравнение лиц студентов и спортивных молодчиков, которые принимали участие в беспорядках 1 марта возле Хуга и 25 января во время шествия евромайдановцы. Ректор Академии, по словам Боляков, был в курсе вовлечения студентов в погромотряды. После этого материала, уверяет Боляк, его начали преследовать, угрожать увольнением. Сегодня он и его единомышленники из Демократического альянса вышли пикетировать Академию и попытаться поговорить со студентами и ректоратом. На пороге пикетчиков встретил профессор кафедры олимпийского спорта, который был возмущен тем, что написано на плакатах, и стал выяснять, почему пикетчики мешают учебному процессу. Я еще не знаю, что извольняюсь. Когда я узнаю, тогда я могу комментировать. Я на сегодняшний момент этого не знаю. А что причина его политической угодобании? Я не думаю, что Андрей Анатольевич есть политик. Он вообще хорошее дело организовал к нему, молодежи тянется. Вы смотрите, мы не Академия Титушина. Да вы же хотя бы выяснили, что в этой Академии, начиная с 1988 года, 1988 года, это Сеул, всегда у нас был олимпийский чемпион. С кем, с какими его плакатами к нам пришли. После этого пикетчиков принял ректор Александр Ажипа. Андрея Боляка интересует вопрос, был ли проректор по спортивной работе вместе со студентами во время шествия 25 января 2014 года, и действительно ли студентов призывали пополнить ряд гопников. Ректор эти обвинения отрицает и уверяет, что листовки напечатал сам Боляк, и что после его обращения их проверяла внеплановая инспекция из Министерства образования Украины и не нашла доказательств таких обвинений. А студенты вообще получили психологическую травму. Но Боляка за его политические взгляды увольнять не будут. Предположим, это бы и появилось в Академии. Конечно, это ЧП на самом деле. Я считаю, я думаю, вы меня поддержите в этом плане. Нужно бить колокола, нужно, конечно же, собирать срочно коллектив Академии, нужно выносить вопрос на обсуждение. Что было сделано в этом случае? Ничего этого не произошло. Никому не была поставлена эта в известность. Появилось в интернете и были сфабрикованы документы, которые были отправлены, естественно, куда? Да, в компетентные органы. Это была и Генеральная прокуратура, это были службы безопасности Украины, это была милиция. Помощник ректора по спортивной работе Константин Ананченко также подключился к диалогу и даже не стал отрицать, что он действительно принимал участие со своими товарищами в шествии 25 января. И что он не разделяет взгляды евромайдановцев. Но в погроме и избеянии он не участвовал. Мы шествовали за колонной и вместе с колонной шли. И когда там проходили какие-то действия, ну, скажем, погром, да, бросали и в нас в том числе, и мы ушли от этого. Дмитрий Амеляненко – один из студентов Академии. Он один из тех, кого окрестили тетушкой и сделали его фотографический анализ. Молодой человек говорит, все обвинения – неправда, а во время указанных событий его вообще не было в Харькове. Ты гопник? Нет, конечно. Какой с меня гопник? Я детей тренирую. И в этот момент у меня как раз умерла бабушка, когда вот эти вот фотографии якобы были сделаны, что я был в штурме обл. администрации, тетушка и все остальное. А меня даже не было в Харькове. После этой ситуации начались репрессии в Академии, то есть унижения со стороны однокурсников и всех остальных. То есть потерял доверие преподавателей к себе. Ну и, соответственно, все это пошло по-нисходящему. Под конец четвертого курса закончить Академию и вылететь за месяц до сессии. То есть как бы это очень обидно за неправду. Если бы участвовал, а так участия я не принимал. Ну как-то не по-человечески. Мы возмущены тем, что оклеветали нашу Академию, оклеветали студентов. Студентам приходится объясняться не только в Академии, но везде постоянно те, кто знают наших студентов, у них спрашивают, правда ли это. А студентам неприятно, тяжело учиться. Благодаря этому митингу некоторые студенты выходили, не хотели идти на занятия, боялись. На главной странице сайта Академии размещено обращение, в котором они официально просят лично министра образования и науки Сергея Квита, чтобы он помог избавиться вузу от негативной характеристики. Наталья Белокудря, Владимир Борох, Агентство телевидения новости. Продолжение следует...